Город живых и город мертвых разделены рекой Нил и перебраться с одного берега на другой можно двумя способами. В Луксуре в 10 километрах от центра расположен единственный автомобильный мост. Трафик в Луксуре небольшой и мост вполне справляется со своей задачей. Но если необходимо быстро перебраться через Нил, то можно воспользоваться паромной переправой. По расписанию через реку ходит небольшой пассажирский паром и билет за переправу стоит всего 5 фунтов. Это около 15 евроцентов. Чтобы не ждать, за двоих заплатили евро и отправляемся на ту сторону. Но бывает не без приключений. В нашем случае при переправе ночью на середине реки лодки кончился бензин. Слышно, как несколько раз двигатель заводился на несколько секунд и глох, но подоспела помощь и нас на буксире оттянули на другой берег. Это центральная улица и ведет она прямо к статуям мимо Ноли. А это наша гостиница с кафе на первом и рестораном на верхнем этаже с прекрасным видом на город. Но обедать для разнообразия мы ходили вот в такие колоритные забегаловки, где в общем-то неплохо кормят. А какой великолепный свежевыжатый сок манго и гуавы здесь продают почти что за даром. Красиво ночью горят огни, но вот днем такая ужасная набережная. В городе мертвых у нас были как самостоятельные, так и индивидуальные экскурсии. Меня зовут Мун Тосер. Мун Тосер. И Мун Тосер кибриду значит победитель. Поэтому можно сказать Виктор. Виктор. Спасибо. Виктора мы знакомы несколько, уже встречались в Карнакском храме. Самый хороший гид, веселый и очень интересно рассказывает. А вы самые лучшие туристы серьезные, очень уводяемые. Итак, первое, что встречает туристов в городе мертвых, это колоссы Мемнона или храм Аминхотепа III. Поминальный храм, построенный при жизни фараона, был самым большим сооружением в Луксоре на то время. Аминхотеп III мало воевал, но много строил. И это было время спокойствия и процветания Египта. На рубеже нашей эры храм был разрушен разливами Нила и землетрясениями. А одна упавшая гигантская статуя на рассвете издавала звуки, вероятно связанные с утренними температурными изменениями. Это пение прекратилось во II веке после частичного восстановления статуи римлянами при императоре Септимии Севере. Римляне же и дали название 18-метровым колоссам в честь эфеопского царя, убитого Ахиллесом при осаде Трои. Город мертвых появился здесь после переноса столицы Египта из Мемфиса в Луксор. Пирамиды Абусира, Гизы, Саккары, Дахшура подвергались разграблениям, а скальные гробницы со спрятанными и замурованными входами были надежнее. К тому же поменялись представления египтян о Адуате или подземном мире. Самый главный миф о возрождении Осириса в мире мертвых стал примером для египтян в их стремлении к вечной жизни. И конечно здесь преуспели фараоны, выбравшие место своего упокоения возле скалы, называемой Тадент, с вершиной напоминающей пирамиду. Почему именно пирамида? Древние египтяне, когда они верили в начале зарождения мира, сказали мир, когда начало, в самом начале. Пирамида был похож на большой океан. Вода везде, земля не была. Земля вышла из океана воды в форму пирамиды. Для этого пирамида была для них божественная форма. И они решили хранить пирамиды. Опять все гробницы уже разограблили. Во время нового царства, в последнее время, во время фараонов, они сказали, пирамида не будет. И они так решили, сделали бедзимные гробницы. Все гробницы уже вырубали фарина. И потом они спрятали вход. Гробницы, которые находятся в Луксоре, имеют один план, несколько прямой коридоры, боковые комнаты и в конце есть погребальные камеры. У нас был билет на посещение трех гробниц. И пока идет знакомство с ними, расскажу, зачем все это было надо, то есть о видах египтян на загробную жизнь. Гор, сын Осириса, решил оспорить у Сета узурпированный египетский престол и отомстить за смерть отца. Их борьба продолжалась 18 лет. Они не только сталкивали между собой людские армии, своих последователей, но и дрались сами, нанося друг другу всевозможные увечья. Однажды Сету удалось изнасиловать Гора, тем самым оскорбив его и частично лишить мужской силы. Но Гор оторвал яички Сету, а Сет вырвал глаз Гора. Гор вместе с Осидой отомстил Сету, заставив Сета проглотить семя Гора, в результате чего на лбу у Сета вырос глаз. Новый глаз Гора, или Оджад, обладающий магической силой, стал символом возрождения после того, как Гор с помощью своего глаза оживил Осириса. Вот примерно так. Но есть варианты. Легенда об Осирисе стала основой для погребальных обрядов египтян. Все хотели возродиться, как Осирис. Итак, человек умирает. Это значит, что его жизненная сила, называемая К, покинула тело. Концепция души очень сложна. Душа состоит из множества частей. Помимо К существует Шуит, тень человека. Отдельно различают его эмоциональное состояние и другие разновидности души. Здесь на потолке мы видим изображение человека с поднятыми руками, но на самом деле это его К. В Каирском музее мы видим не статую фараона Хора Первого, а статую его души. Разум человека, находящийся в сердце, называется Иб, и, конечно, мумия, потому что для воскрешения надо будет обратно собрать вместе все части тела и души усопшего. Священные мумифицированные остатки с названием Сах считались одной из форм души. А что делать, если мумии нет? То ее роль может выполнить статую усопшего с его именем. Имена в Египте, называемые Рен, имели очень важное значение. Уничтожение имени человека приравнивалось к проклятию. А как обратиться за помощью к тому или другому богу, не зная его имени? Необходимо было назвать поименно стражников в Дуате для успешного путешествия души по миру мертвых. Ну а мы продолжаем наше путешествие в мире живых и переезжаем из долины царей в долину цариц. Здесь находятся захоронения жен фараонов, а также египетских принцев и принцесс, и даже некоторых сановников. В долине цариц найдено около сотни захоронений. Наиболее сохранившаяся гробница принадлежит главной жене фараона Рамзеса II, царице Нефертари. Об этой гробнице я уже рассказывал подробно, но постоянно ссылаюсь на нее, потому что в ней самые яркие и понятные изображения египетских богов. Здесь же показан путь души усопшего по Дуату, миру мертвых, начиная с подношения даров для получения благосклонности и напутствия богов, затем прохождение процедуры взвешивания сердца для оценки его соответствия с весом пера богини истины и справедливости богини Маату. И по результатам этого главного испытания все заканчивается судом Осириса, после чего бесгрешная душа получает пропуск в рай. В представлении египтян рай расположенный на востоке. Это бескрайние тростниковые поля с плодородными почвами и богатыми охотничьими угодьями, как в Дельте Нила. Жизнь в раю похожа на нашу, но лишена каких-либо трудностей. Фараоны продолжают править, а работники... Ну нет, вечно вкалывать это не рай. И египтяне нашли прекрасный выход. Работать за простолюдинов будут статуэтки Ушепти. Точнее не они сами, а их Ка. Все же это мир духов. Интересно, что при таком райском изобилии все же душа требовала нашей земной пищи. Точнее ее Ка. Это и объясняет наличие продуктов питания в различных гробницах и захоронениях. Помочь душе усопшего преодолеть все трудности и попасть в рай помогают погребальные обряды и заклинания, прописанные в текстах пирамид, саркофагов, а затем и в книге мертвых. Книга мертвых изготовлялась индивидуально. Это был список папируса длиной до 20 метров и стоил очень дорого. Цитаты из нее расписывались на стенах гробницы храмов. Богатство фараонов и многих сановников позволяло им по максимуму соблюдать погребальные обряды, что конечно же сильно увеличивало их шансы на загробную жизнь. А кто и почему грабил сокровища гробницы пирамид, покажу на примере заупокойного храма царицы Хадшепсут. Великая царская жена фараона Тутмоса II Хадшепсут обладала огромным влиянием еще при жизни фараона, а после смерти мужа она стала регеншей при своем малолетнем пасынке Тутмосе III. Заручившись поддержкой египетской знати, Хадшепсут смогла отстранить от власти пасынка и стать очень успешной женщиной-фараоном. В представлении египтян только мужчина мог быть фараоном, и на торжествах перед народом Хадшепсут появлялась в мужском наряде и с приклеенной бородой. Хадшепсут была царских кровей, она дочь Тутмоса I и вдова Тутмоса II, своего брата. Но для подтверждения легитимности своей власти Хадшепсут объявляет себя дочерью бога Омона. По этой причине построенный для нее заупокойный храм у подножья горы Дейль-Эль-Бахари был посвящен Омону. После смерти царицы свое самостоятельное правление Тутмос III начал с уничтожения памяти о Хадшепсут. Есть мнение, что это делалось из зависти к ее заслугам, а также в отместку за лишение его власти при жизни мачехи. Своими действиями Тутмос III сильно усложнял ей перспективы на загробную жизнь. Возможно, он боялся продолжения земной истории, в которой был лишен власти. В любой момент умершая мачеха могла добраться до рая и опять стать женщиной-фараоном, но уже в загробном мире. В городе мертвых Хадшепсут построил еще один небольшой храм, посвященный богу Омону, находящийся в поселении Митинет-Абу, в дальнейшем ставший поминальным храмом Рамзеса III. Что касается разграбления гробниц, то в основном это делалось по распоряжению сильных мира Сипор. В трудные для Египта времена правящие фараоны, нуждающиеся в финансах, изымали сокровища из гробниц своих предшественников. К примеру, еще при жизни фараона Хеопса, в то время, когда на плато Гизы велось строительство и находилась охрана, из усыпальницы его матери была похищена часть сокровищ, а их остатки перенесли в новую гробницу. Проделать такое без согласия влиятельных чиновников было нереально. А возможно ли было незаметно сделать вот такой пролом в пирамиде? Конечно же, в дальнейшем грабили и рядовые копатели, и по этой причине сегодня из близлежащих к археологическим памятникам домов выселили всех жителей. Ну и последнее. В долине мертвых находится развалина одного из самых некогда величественных храмов, называемый Ромессиум. Храм, построенный Рамзесом II, прозванным Великим, послужил эталоном для строительства других сооружений. Рядом с Ромессиумом находится магазин и мастерская камня Мустафы, где вы, конечно же, обязательно купите что-нибудь на память о буксоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова